Здравствуйте! В эфире передача Анатомия болезни. За год пандемии мы научились многому, и мы уже знаем, что дети тоже болеют коронавирусом. Дети и подростки в разных странах составляют до 10% всех больных коронавирусом. Большинство случаев пришлось на возрастную группу от 10 до 20 лет. Дети от года до 9 лет составляют одну пятую детей с коронавирусом, а доля детей младше года – это 10%. Но как часто дети болеют? Об этом мы поговорим с детским врачом, с ведущим и автором книг для мам и пап Евгением Комаровским. Здравствуйте, Евгений Олегович! Здравствуйте! Рад вас слышать, рад быть полезен вашим слушателям и зрителям. Спасибо, что уделили нам время. Первый вопрос у нас будет такой. Как часто дети и подростки болеют коронавирусом? Знаете, все-таки в сравнении с взрослыми крайне редко. Коронавирусная инфекция по-прежнему остается все-таки проблемой взрослого населения. И чем человек старше, тем рискованнее для него коронавирусная инфекция. Дети болеют. Количество больных приближается, там уже это десятки миллионов. Неудивительно, что по мере того, как в общем увеличивается количество больных людей, увеличивается и количество больных детей. Тем не менее, в целом дети болеют легко. Актуальность. Дети, скорее, являются очень актуальным механизмом распространения инфекций. А вот сами они не являются все-таки объектом серьезного риска. А почему дети все-таки переносят коронавирус легко? Как срабатывают? Это принципиальная особенность человеческого организма, наличие особых рецепторов, которые находятся во многих органах и тканях, которые регулируют тонус сосудов и многое-многое другое. Вот этих рецепторов, их мало у детей и много у взрослых. И именно через эти рецепторы коронавирус проникают в организм человека. Они как бы ключик, который надо вот открыть, который можно открыть в ход в человеческий организм. Вот у детей с этим все благополучно. У них мало таких возможностей для коронавируса предоставить ему там поле для размножения. И это намного актуальнее, чем все другие факторы. Мы уже не говорим о том, что у взрослых, конечно же, и сердце послабее, и куча вредностей в виде ожирения и так далее. Но, тем не менее, факт остается фактом. Организм ребенка переносит инфекцию намного легче, потому что вирусу труднее в него попасть. Когда пандемия только началась, мы боялись коронавируса. Когда мы узнали о британском штамме, мы боялись британского штамма. А как этот штамм действует на детей? Как вообще мутации коронавируса действует на детей? Вы знаете, до настоящего времени идут очень большие дискуссии о том, являются ли новые штаммы более опасными. Вызывают ли они более тяжелые заболевания. Главным образом на сегодня все-таки ученые всего мира более-менее сейчас приходят к одному выводу, что разные варианты вируса отличаются способностью заражать людей. То есть они легче проникают внутрь человеческого организма. Вот эти самые новые штаммы, новые мутации, они, по-видимому, нуждаются в меньшем количестве вот этих самых рецепторов. То есть чуть ли не самое главное в эпидемиологии коронавируса – это такое понятие, как инфицирующая доза. То есть необходимо определенное количество вирусов, которым мы должны вдохнуть, чтобы возникла болезнь. Ну, условно говоря, если вы вдохнете 100 вирусов, то болезнь не возникнет. А если вы вдохнете 1000 вирусов, то болезнь не возникнет. Так вот, по-видимому, особенность вот этих новых штаммов именно в том, что для того, чтобы возникла болезнь, нужна меньшая инфицирующая доза. Ну, естественно, если нужна меньшая инфицирующая доза, то заболеть легче. А если легче заболеть, то и дети будут болеть чаще. Сейчас в Бразилии ситуация ухудшается. У них сейчас очень много летальных исходов, очень много суточной заболеваемости. И в том числе Бразилия возглавила рейтинг по детской смертности от COVID-19. Почему так происходит? Почему вот мы говорим, что в основном дети переносят коронавирус легко, но вот в Бразилии такая ситуация? Вы знаете, вряд ли кто-то из жителей бывшего Советского Союза имеет сегодня адекватную информацию, чтобы ответить на этот вопрос. На этот вопрос не могут ответить внутри самой Бразилии. Очень часто огромную роль играет и перегруженность системы здравоохранения, и дефицит лекарств, и какие-то индивидуальные генетические особенности. Мы не имеем всей картины даже тех, кто болеет, как болеет. Мы, например, на сегодня уже знаем, к примеру, что люди латиноамериканского происхождения, афроамериканцы, болеют тяжелее, чем светлокожие. Мы не знаем, какие специфические генетические особенности людей в Бразилии, какие там условия, в каких условиях происходит заражение, и так далее, и так далее. Мы ничего не знаем. Списать это исключительно на какой-то особо опасный вирус пока не получается. Но, к сожалению, ответа на этот вопрос нет. Я все-таки думаю, понимаете, что когда мы все время делаем акцент на том, что где-то там, вот там, в Бразилии, появился какой-то особо смертельный вирус, и который придет к нам и начнет там погубить наших детей, мы невольно нагнетаемся, создаем очень неправильный эмоциональный фон. Нам, скорее, надо все-таки сосредоточиться не на том, что мы тут с вами будем переживать о судьбе бразильцев. Это, конечно, мы люди, мы гуманисты, нам жалко бразильских детей, но, тем не менее, для нас важно, что мы можем сделать для наших детей, для азербайджанских детей, что надо сделать, чтобы им помочь. Вот это главное, наверное, на сегодня. Но в Азербайджане, что примечательно, очень вовремя закрыли школы, перешли на онлайн, потом очень много карантинных мер было, и сейчас вот уже с 18 января мы начали вакцинацию. И вот уже вакцинируют журналистов, и скоро, скорее всего, будут уже вакцины доступны возрастной группе 30+. К примеру, в Бразилии абсолютно другая ситуация. Там не верили коронавирусу сначала, говорили, что коронавируса нет. Жаир Болсонару так и говорил. Может ли это повлиять на то, что там все-таки детская смертность на пике? Понимаете, когда лидер страны говорит о том, что прививки не помогают, и он отказывается вакцинироваться, то как это может не повлиять? Это, конечно, может повлиять. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы лидеры страны, публичные люди понимали, что приверженность вакцинации – это очень важно. Что фактически на сегодня мир, вся ситуация показала, что достижение коллективного иммунитета посредством того, что все перевалеют, обойдется человечеству в миллиарды жизней. Поэтому самый эффективный способ остановить эту коронавирусную эпопею – это всеобщая вакцинация. И неудивительно, что сейчас уже и Pfizer, и Moderna уже начинают испытания вакцины среди подростков, среди детей. И мы должны четко понимать, что рано или поздно мы поймем, что без поголовной вакцинации мы просто это не остановим. Потому что дети, как основная среда, которая может способствовать распространению вируса, то есть болеть легко, но передавать вирус взрослым – это вот без вакцинации детей мы тоже не закроем эту тему. И на что я еще хочу обратить ваше внимание. Вот вы очень правильно сказали, что вы там вовремя закрыли, перешли на онлайн-образование и так далее. Вот как мне кажется, и я сейчас хочу обратиться ко всем людям, которые сейчас будут обеспечивать школьное образование, когда все это начнется, когда дети вернутся в классы, о том, на что надо потратить сейчас силы и средства, чтобы дети могли легко вернуться в классы. Мы должны понимать, что чуть ли не самым эффективным средством профилактики коронавирусной инфекции является адекватная вентиляция жилых помещений, прежде всего в помещении, где собирается большое количество людей. К огромному, при огромному сожалению, количество классов, где есть качественная, приточно-вытяжная вентиляция, очень невелико. К сожалению, очень часто в школах не контролируются правильные параметры температуры и влажности воздуха, не контролируется концентрация углекислого газа в помещениях, а именно концентрация углекислого газа фактически отражает интенсивность, адекватность вентиляции и позволяет создать идеальные условия для образования детей. Они учатся лучше, когда воздух свежий. Вот на это я прошу обратить внимание. Сейчас все это стало проще, потому что каких-то там 5 лет назад датчик углекислого газа стоил 1000 долларов, а сейчас его можно купить за 50 долларов. Понимаете, есть возможность все это не потерять время. Именно сейчас хотелось бы, чтобы мэрии городов, администрации школ, пока школы закрыты, ну хотя бы сделали все, чтобы класс можно было проверить, чтобы повесить там термометр, гигрометры, датчики углекислого газа. Если это частные школы, если есть лишние деньги, подумайте о системе приточной вытяжной вентиляции. Это все позволит нам открыть детям путь в нормальную здоровую жизнь. И, конечно же, в любом офисе это тоже надо. Но вы же ко мне обращаетесь как к детскому врачу. Мне это тема намного ближе. Как я понимаю, если вентиляция будет работать правильно, то дети будут меньше заражаться, и не только коронавирусом. Конечно, конечно. Именно на это я обращаю внимание. Вот это правило, о котором я сказал, инфицирующая доза. Как ее можно уменьшить? Как можно уменьшить количество вирусов в отдыхаемом воздухе? Ну, фактически, первое. Как можно чаще встречаться тогда, когда над головой небо. Ну, понятно, что если есть воздух окружающий, то есть если мы не в замкнутых стенах. Ну, опять-таки, Азербайджан такая страна, где уж точно в апреле-майе можно заниматься на свежем воздухе. В большинстве районов, как мне кажется. И если стоят на лужайке в школьном дворе парты, и между ними полтора-два метра, то дети прекрасно могут общаться, и это совершенно безопасно, и никакой инфицирующей дозы и речи быть не может. То есть если мы на свежем воздухе, то есть еще раз говорю, небо над головой, или открытая веранга, и сквозняк, и расстояние между партами полтора метра, это прекрасно и безопасно. Если мы в помещении, да, то что нам надо? Первое. Опять-таки, полтора-два метра социальная дистанция между людьми. И второе. Это наличие качественной системы вентиляции. Я обращаю еще раз внимание, сейчас это очень легко проверить. Вы берете или возьмите вот ваша программа, может просто потратить копейки, купить датчик СО2 и пройтись по школам, по офисам, по супермаркетам, где угодно, и измерить концентрацию углекислого газа. Если она в норме, значит тут хорошая система вентиляции. Если она высокая, это место надо закрыть. То есть логика не в том, чтобы все закрыть, а в том, чтобы обеспечить нормальную систему вентиляции. Мы сейчас говорили о том, как не допустить того, чтобы ребенок заразился коронавирусом. Но надо учитывать то, что вакцин для детей нет, маски тоже до 6 лет, они не могут носить. Поэтому тогда получается такой вопрос. А что делать, если ребенок уже заразился? Как его лечить? Дело в том, что в большинстве случаев дети лечатся легко, симптоматически. Ни в коем случае нельзя преждевременно, до наличия осложнений, назначать антибиотики. Вообще, я вам честно скажу, что чуть ли не главная проблема лечения детей состоит в том, что всем очень страшно. И маме, и папе, и врачу. Всем очень страшно брать на себя ответственность. И для того, чтобы снять с себя ответственность, люди придумывают огромное количество лекарств, которые совершенно напрасно засовывают в детей. Фактически, есть коронавирусная инфекция, есть два варианта коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция до того момента, когда организм испытывает дефицит кислорода, то есть элементарный прибор, который называется пульсоксиметр, если он показывает у ребенка выше 94% так называемая сатурация кислорода, наличие кислорода в крови, то ни о каком лечении, какими-то там таблетками речь не идет в принципе. Чистая прохладная комната, максимальное питье, не заставлять ребенка есть, если ему плохо, там температура, жаропонижающие средства, точка. А вот если уровень кислорода начал снижаться, то тогда просто заканчиваются любые самолечения, любые консультации телевизионных и интернет-врачей, ребенок, у которого сатурация ниже 94%, должен лечиться под наблюдением врача круглосуточным в условиях стационара. Поэтому вы же, я надеюсь, и уверены были, что я сейчас не начну вам называть название таблеток. Правда? А и до таблеток, когда ребенок только заболел, действия мамы абсолютно ничем при коронавирусе не отличаются от действий при любой остро-респираторной вирусной инфекции. Теплая одежда, чистый прохладный воздух, много питья, не заставлять есть, промыть солевым раствором носик. Если высокая температура и ребенку плохо, то два препарата безрецептурных во всем мире. Парацетамол или ибупрофен. Точка. Но вы хорошо отметили, что мама боится, папа тоже боится. Конечно. И сейчас вот выходят новости, что у некоторых детей в мире встречается мультисистемный воспалительный синдром. Что это такое и почему после коронавируса дети страдают этим синдромом? Мультисистемный воспалительный синдром бывает при огромном количестве вирусов. Не только при коронавирусе. Он не при гриппе может быть, и при вирусе инфекционного мононоклиоза, и при ветвянке, и при коре, при большом количестве вирусов это бывает. Это особая реакция иммунной системы, которую прогнозировать практически нельзя. Но что важно? Современная медицина знает, как это лечить. Поэтому наша главная задача сказать маме, когда она должна прекратить само лечение и обратиться к врачу. Вот это важно. Поэтому я обращаю внимание всех мам, которые меня слышат, на два, всего два признака. Они очень легкие, они понятные. Первое. Отсутствие эффекта от жара, понижающих следствий. То есть, если у ребенка там температура 38,5-39, вы дали парацетамол, и бупрофены, температура не падает, это что? Повод обращаться за врачебной помощью. И еще. Если два дня подряд мама произносит фразу «сегодня хуже, чем вчера», то есть состояние ухудшается более двух дней подряд. О чем это говорит? Вперед за медицинской помощью, в стационар, к врачам, хватит экспериментировать. Можно еще много говорить о том, зачем надо следить, о том, что чаще всего температура не падает просто потому, что ребенку нечем потеть, потому что надо напоить ребенка нормально. И мама должна знать, как за этим следить. Поймите, здесь нет какой-то коронавирусной специфики. Каждая женщина должна понимать, что мы учим в школе какие-то синусы и косинусы, но не учим, как помочь собственным детям при температуре. И этому надо учиться. И каждая мама должна знать, как вовремя дать лекарства, что сделать, чтобы это лекарство всосалось, как и чем напоить ребенка, какой должна температура жидкости, которую мы даем для питья, чем поить надо, как убедиться о том, что ребенок достаточное количество жидкости выпил. А это значит, он должен раз в 3-4 часа ходить на горшок по маленькому, писать. Если он писает раз в 6 часов, у него в организме дефицит жидкости. Что надо делать? Не бегать за аптеками, не умирать от страха, а наварить ведро компота и петь, танцевать, лишь бы он это ведро выиграл. Вот этому всему надо, как мне кажется, очень активно учить мам, пап, всех. Но согласитесь, если ребенок взрослый, если он хотя бы может объяснить свою проблему, где у него болит, маме легче. Но а что делать, если ребенок маленький, совсем, он не может объяснить, где у него болит, он просто плачет. Что тогда делать в этом случае маме? И нужно ли думать о том, что дети разного возраста болеют по-разному? Ну, вы знаете, спрашивать у педиатра, как это ужасно, когда ребенок не может пожаловаться. Вы знаете, иногда, когда ребенок не может пожаловаться, ты говоришь, господи, как нам хорошо. Вот когда приходит взрослый человек, и у него тысяча жалоб, не знаешь, за что хвататься, то он спокойнее и надежнее лечит детей, потому что ты не на слова ориентируешься, а на объективную информацию. Поэтому каждая мама должна прежде всего понимать, что чем ребенок младше, тем меньше риск коронавирусной инфекции, если думать о коронавирусе. Но в целом, конечно, когда маленький ребенок, когда вы не знаете, как его напоить, который хуже на температуру реагирует, для маленьких детей очень опасно. Если в комнате жарко, если воздух сухой, если есть дефицит жидкости, это для маленьких детей очень опасно. Но у мамы всегда есть четкие критерии, как оценить состояние ребенка без всяких жалоб. Вам важно аппетит, поведение, сон, частота мочеиспускания, цвет кожи, состояние слизистых оболочек, как часто он какает, есть или нет сыпь, с каким аппетитом ребенок ест. Это намного важнее, чем он скажет, болит у него животик или не болит. Понимаете? Поэтому наблюдательная мама, она просто по поведению ребенка раньше, чем врач скажет, что что-то не так, что сегодня хуже. Если вы волнуетесь, если ребенок остается хуже, то в такой ситуации конечно вам нужен профессионал, который осмотрит ребенка и прослушает, и получим мы элементарные анализы крови, мочи и так далее. Ну вот сегодня я прочитала новость о том, что у детей абсолютно здоровых, вроде бы детей, у которых был диагноз коронавирус, случился инсульт. Вот это все-таки страшная новость для всех мам. Сколько реален этот диагноз, насколько часто можно об этом услышать и увидеть? Вы знаете, мне иногда кажется, что вот задача журналистов должна быть все-таки в другом. Не в том, чтобы запугать всех. Но частота инсульта у детей, ну это редчайшие случаи. Но если будет один-два случая на весь Азербайджан за год, то это будет скорее всего связано с тем, что у этих детей была какая-то врожденная патология, которая была несвоевременно диагностирована. Это не типично. Это исключение. Это не повод всем нам истерить, паниковать. Когда мама находится в истеричном состоянии, когда она каждый день думает о том, что ребенка обрушилась смертельная болезнь, никому от этого легче не становится. Наша задача в другом. Внушить людям, что в подавляющем большом случае болезнь протекает легко. Что есть вещи, которые зависят от вас, от родителей. Просто вы всегда думаете, что если вы не дали ребенку таблетки, если ему не назначили уколы антибиотиков, если ему не назначили что-нибудь для иммунитета, то его не лечат. Лечение не в том, чтобы назначить ребенку уколы, капельницы и кучу таблеток. Лечение это создать условия, чтобы организм ребенка справился, справился с инфекцией самостоятельно. И это организм ребенка в большинстве случаев может без всяких проблем. И надо сделать то, о чем я вам уже говорил. И опять-таки мы должны дать родителям четкие, конкретные указания, в каких случаях они должны обращаться за медицинской помощью. Вот это наша слабая задача. А когда возникает у ребенка инсульт, как вы говорите, абсолютно здорового, это редко такое. Бывает, что он был абсолютно здоров. У него была возможная проблема. Проблема со свертаной кровью. Проблема есть, например, такая болезнь, называется врожденная аневризма головного мозга. Это такие выпячивания на сосудах, которые невозможно диагностировать без специального обследования. И так далее. То есть, это все было возможно. Я как раз сторонник того, чтобы не истерить в данной ситуации поводов для каких-то там паники по поводу здоровья детей, я на данном этапе не вижу. Меня больше волнует массовая депрессия, постковидный синдром, который у огромного количества взрослых, которые переболели. Когда мама перенесла ковид, у нее нет сил вообще встать с кровати, не то, что еду приготовить мужу и детям. И вот эти депрессии, панические расстройства меня волнуют намного больше. Я вам честно скажу, что у меня, как у детского врача, на фоне коронавирусной инфекции все больше и больше проблем возникают не с детьми, а с мамами, которые находятся рядом с детьми. Потому что мамы ведут себя неадекватно, мамы очень устают, мамам некогда, мамы не смотрят за детьми, им не до того сейчас. И дети предоставлены сами себе, ребенок может упасть, удариться головой об стенку, а потом мы скажем, что у него из-за коронавируса инфекции. Я думаю, здесь важно отметить, что посткоронавирусный синдром уже лечит. Есть терапевты, которые в Азербайджане, по крайней мере, они есть, и они лечат именно посткоронавирусный синдром. Это важно лечить, не так ли? Ну, давайте только сразу с вами расставимся точки над... что к огромному приогромному сожалению, медицинская наука на сегодня еще не знает волшебных таблеток для лечения коронавирусного синдрома, посткоронавирусного синдрома. Что никакие витамины, никакие биодобавки, никакие капельницы с какой-нибудь волшебной глюкозой не решают проблему лечения постковидного синдрома. Постковидный синдром лечится свежим воздухом, умеренными физическими нагрузками. Вот это очень важно. Не лежать на диване, а любой ценой, как бы это ни было, тяжело подниматься, двигаться, заниматься фитнесом. Постковидный синдром лечится ограничением негативной пугающей информации, которой у всех в избытке. То есть я бы посоветовал таким людям не смотреть телевизор, особенно новости. Это очень-очень важно. Надо общаться с хорошими, добрыми людьми, получать добрую, хорошую информацию, нормально питаться, гулять, путешествовать, видеть что-то хорошее. Вот так это лечится. То есть если вы думаете, что можно сейчас дать там какую-то волшебную таблетку от постковидный синдром пройдет, к сожалению, сейчас такого нет. И что еще очень важно, конечно же, после перенесенного коронавируса у взрослого человека могут обостриться все его хронические болезни, гипертония, язва и неврологические расстройства. И, конечно, тут присмотр и помощь от семейного врача очень даже нужны. Доктор, у нас в Азербайджане очень многие люди вас знают и любят. И поэтому, скорее всего, им тоже будет интересно ваше мнение насчет вакцинации. Что вы думаете? Стоит ли вакцинироваться? Что вы им посоветуете? Спасибо за любовь. Я вам честно скажу, я тоже безумно люблю Азербайджан и до сих пор с теплом вспоминаю, какую встречу мне сделали в Баку, когда я встречался и с мамами, и с папами. И я, правда, это очень хорошо помню. И я все надеюсь, что все это эпопея закончится и мы сможем встретиться вживую еще раз. Мне, правда, у вас было очень хорошо. И мне нравится отношение к детям в вашей стране. Вы молодцы. Просто молодцы. Что же касается вакцинации? Понимаете, какая ситуация? Я много раз об этом говорил, еще раз спрашиваю. Понимаете, спросить у врача, у педиатра, как ты относишься к вакцинации, это все равно, что спросить у священника, как ты относишься к Богу. Вакцинация – это самый эффективный способ профилактики инфекционной болезни в плане коронавирусной инфекции. Боюсь, у нас на сегодня у человечества другого пути нет. У человечества попыталось, некоторые страны попытались создавать коллективный иммунитет, мол, все переболеем, но вирус мутирует, есть серьезные проблемы, причем, оказывается, люди, которые перенесли коронавирус легко или перенесли его несколько месяцев назад, люди, которые имеют малое количество антител и являются той идеальной биологической средой, которая способствует мутации. Поэтому надо понимать, что все вакцины от коронавируса создают уровень антител, уровень клеточного иммунитета выше, чем тот, что образуется после перенесенной болезни. Поэтому на сегодня вакцинацию, я считаю, однозначно нужно, я уже привит, ну, по крайней мере, первой дозой астрозенеки, вот, я уже привит, и я, несмотря на то, что я тоже переболел, но легко, правда, но факт остается фактом. Я всем рекомендую вакцинироваться, независимо от того, привиты вы или нет. Детей не прививают только потому, что еще не было времени на то, чтобы провести среди детей клинические испытания, но на сегодня Pfizer и Moderna уже начали клинические испытания вакцины среди детей, и, собственно говоря, речь идет о том, что, похоже, если мы не организуем всеобщую вакцинацию, включая детей, мы из коронавирусной эпопеи не выйдем. То есть дети будут, если перестанут болеть взрослые, привиты, начнут более интенсивно болеть дети. Спасибо за то, что уделили нам время. Спасибо вам, будьте здоровы, оптимизма нам всем, и надеюсь встретиться с вами вживую, когда все это кончится. Мы тоже надеемся. А я напоминаю, что на наши вопросы отвечал детский врач Евгений Комаровский. Не болейте и вакцинируйтесь. Аминь. Аминь.